Ребята, я долго оттягивал этот момент и не смотрел, но тут мне в чате, ребята, вот эти вот, вот, ой, блин, не то, не то показал, вот эти вот ребяточки мне показали и рассказали, что вышел сборник 1-2, поэтому погнали смотреть 25 минут лютейшего, наверное, контента, не знаю, никогда не смотрел, ну, погнали, попробуем, летс гоу. Ту-ду-ду-у, ту-ру-ту-у, ту-ту-ту-ру-ту-у, короче говоря, Серега сошел с ума, это была среда, я стоял дома и ничего не делал, просто смотрел в окошко и улыбался, мне нравилось ничего не делать, потому что в такие редкие моменты чувствовал себя по-настоящему счастливым, мимо окна пролетела птица, задом наперед, я протер глаза. А, это... Бля, сука. Бим-бам-бам. Как же громко, надо донаты понижать, кто согласен? Я проморгался и пошел включать Серегу, открыл дверь, через 2 минуты пришел Серега, я не ждал. Да, у Серега. Он должен быть здесь с минуты на минуту Мы прошли в комнату Серёга похвастался, что купил очень дешёвую банку отличного кофе Я люблю кофе Поэтому тут же предложил заварить его Мы выбили по кружечке Серёга подарил мне баночку и уехал обратно Как-то это всё немножко странно Он приехал просто, чтобы попить со мной кофе Я вернулся в комнату Баночкой кофе... Чё? Стоп, они поменялись местами? Или нет? Или мне показалось? Нигде не было А куда я её успел деть? Она же стояла на столе Я чё-то проебал в момент Начал искать её Но он нашёл в шкафчике двухлитровую бутылку с чаем Не припоминаю, чтобы у меня такая была Позвонил Серёга Стал говорить, что забыл у меня банку с кофе И попросил сейчас же её вернуть Так ведь он её подарил мне Он принялся ореветь в трубку и клялся, что такого не было Что с ним происходит вообще? Я попросил его успокоить А в чём суть, ребят? Кто объяснит? Типа неожиданная концовка Это типа... Один сюжет вот здесь по полной построен? Или просто сборник какой-то из разных серий? Он сказал, что вместо кофе могу отдать ему бутылку чая Он истерил Передал трубку своей маме Она сказала, что будет подавать на меня в суд Да они там что, с ума все посходили? Они положили трубку Я был в шоке Какая-то лютая ебатория происходит пока что Серёга удалил меня из друзей и отписался в инсте Ну это уже слишком Нашёл в магазине тот самый кофе Сел две банки и поехал к Серёге Он открыл мне дверь Серёга стоял в проёме в женском платье и жевал лист бумаги Я спросил, всё ли у него в порядке Что тут происходит? Он сказал, что ничего не в порядке Улёгся на пол и стал кричать Он реально сошёл с ума Затем сел на диван и стал смеяться А вы вот не пейте кофе, это плохо кончается Что отправлять в психушку? Я вызвал врача Он приехал Серёга накинулся на доктора и стал драться Я тащил Ух, какие ножки Ля какие, а? Врач сказал, что случай серьёзный Пришлось вколоть ему успокоительное Серёгу завернули в смирительную рубашку Надели смирительный галстук Врач сказал, что ему потребуется госпитализация Я попросил поехать с ним Всё серьёзно Мы приехали в больницу Серёгу положили на больничную койку Мне показалось, что у него рук нету, блин, куда-то делись От него ни на шаг Вернулся врач Сказал, что по правилам мне больше нельзя здесь находиться Я заплатил денег, чтобы остаться ещё не надо Я даже не знаю, в какой росло... В какой росло это придёт Это так резко и неожиданно началось, типа Долго Врач нехотя согласился Спустя несколько часов Серёга проснулся Он чувствовал себя значительно лучше Мы немного пообщались и я успокоился Пожелал ему скорейшего выздоровления И обещал навещать каждый день Направился к выходу Но путь мне перегородил врач Сказал, что мне нельзя выходить В смысле? Он вежливо попросил меня остаться здесь Я спросил, насколько Настолько, насколько потребуется Я стал злиться Сказал, что мне нужно домой Начал орать на врача Вернулся к Серёге, чтобы он сам сказал, что мне нужно домой Но его кровать была пустая Не понял Спросил, куда не успел... Это он больной, оказывается... Йоооу Глядить Серёгу Врач сказал, что никакого Серёги здесь и не было И тут я заметил, что сам там... Охуеть ...сильную рубашку Мне резко вкололи какую-то дрянь И я отключился Чел Вот ваша новая партия таблеток Не забывайте принимать их три раза в день Иначе у вас снова начнутся помутнения в сознании Спасибо, Серёга, проходи Блин, офигенно Спасибо, что подарил мне этот кофе Буду пить его с удовольствием Я понял, в чём суть этих роликов Я понял Где мой кофе? Он только что стоял здесь Ты украл мой кофе! Верни его, или я за себя не отвечаю! Увечаю! Алло, доктор У Ромы снова помутнение в сознании Вы просили позвонить, если это снова случится Приедьте к нему, пожалуйста Где мой кофе? Он украл мой кофе! Ля, вот это сюжет Закрутили Всего в 4 минуты, как бы, вместили, грубо говоря Короче говоря, я сошёл с ума Я сошёл с ума Я хакер Поехали посмотрим Это был календарь на компьютере Это был открытый браузер на компьютере А это был зависший сайт на компьютере Итого мы имеем уже который час неработающий компьютер Рома позвал меня в надежде, что я всё смогу восстановить Он до сих пор думает, что раз я знаю комбинацию Ctrl-Alt-Delete, то я шарю в компах Но, увы, даже этих навыков тут недостаточно А ещё недостаточно кофе с печеньками Попросил Рому всё это повторить Как богато живут, ты посмотри какая тарелка Ебать она изогнутая, кто её придумал? А сам принялся читать пособие по ремонту компьютера Я действовал строго по инструкции Постучал по системнику 3 раза правой рукой, 5 раз левой и 2 раза ногой Не помогло Ударил ногой ещё раз Всё заработало Что за бездарь это составляли? Пока Рома ещё не вернулся с кухни, я решил посмотреть, что у него интересного на компьютере Только не говорите, что вы тоже так не делали Увидел на рабочем столе папку «Новая папка» В ней была папка «Новая папка» В папке «Новая папка» была папка «Новая мамка» Не очень Опа, вот это неожиданно Но я открыл её Пооткрывав 37 новых папок, я наткнулся на какой-то документ под названием «Совершенно секрет» Блять, какие в чате пранкеры я хуею Вот я не знаю, ребята на реакции, которые смотрят, блять Вы удивлены вот с этих типов или нет? Мне кажется, ну я удивлён немного, блять Кого они пытаются наебать, я не знаю Как будто я первый день стрим запустил Это уже интересно Мне дико захотелось открыть этот файл Но в комнату вошёл Рома Я тут же закрыл папку и вырубил комп Чтоб наверняка Рома поинтересовался, как мои успехи Я сказал, что всё отлично и надо было просто перезагрузить комп Стоп, почему я не сделал этого сразу? Сказал, что мне пора идти домой Взял кофе с печеньками и вышел из квартиры Всю дорогу меня тревожил вопрос Что если носороги это растолстевшие единороги? А ещё что же это за файл «Совершенно секретно» на компе Рома? Я не мог спокойно есть с этой мыслью Спать с этой мыслью Выходить в открытый космос с этой мыслью Поэтому я должен узнать, что это за документ такой Для этого нужно взломать компромы Сначала решил обратиться за помощью к моему другу хакеру Но он сказал, что завтра контроша и он не сможет помочь Из пятого класса Вадим какой-нибудь, я не знаю, хакер Привет, пупси Здарова, лорди, спасибо за 10 рублей Спасибо, спасибо Как-то взламывать самому Загуглил, как стать хакером Оказалось, что надо знать языки программирования Но их было очень много Остановился на французском Теперь надо научиться писать программы Они бывают полезные и вредоносные Полезная программа уже создана Это жить здорово с Еленой Малышевой Осталось научиться писать вредоносные программы Но это тоже жить здорово с Еленой Малышевой Нужно разработать свою вредоносную прогу За пару часов я создал программу «Вирус» На основе сегментации реестра и двоичной кодировки Решил проверить Комп вырубился Значит, я всё сделал правильно Решил проверить свои новые навыки Вот так легко можно научиться программированию А вы думали? Взломать чей-нибудь почтовый ящик Это было несложно Правда, как-то неудобно вышло Достал оттуда квитанцию за свет Оплатил в качестве компенсации Ну и взломаю что-нибудь совсем лёгкое Например, сайт Пентагона Через 44 секунды всё было готово Я даже попал в список рекордсменов Думаю, пора начинать операцию И всё тайное становится явным Так После этого у меня сразу стала получаться превосходная жареная сегмента И после этого... Всегда кликаю на такие подобные Там ещё вот чё-то соды и про пенис тоже Три-четыре ложки А ну-ка Аааа, пиздец Ваш компьютер заблокирован Для разблокировки Обратитесь по номеру Алло, мой компьютер заблокировали Вы можете мне помочь? Да, конечно Диктуйте адрес А нахуй он усы надел-то? А, типа он сейчас приедет? Этап моего плана пройден Теперь под видом компьютерного мастера я приду к Роме Выпровожу его из квартиры и скачаю к себе этот секретный файл Всё гениально и просто Здравствуйте О, привет, Серёга Ты чё, компьютерным мастером устроился работать? Я же говорю, зачем усы надел это бесполезно? Это не входило в мои планы Мы прошли в комнату Я сел за комп Надо убрать Рому из квартиры, чтобы он ничего не заподозрил Попросил его найти отбойный молоток, газоэлектросварку и токарный станок для починки компьютера О, я за токарным станком работал, я знаю Сказал, что всё это лежит на балконе Нужно, чтобы он ушёл на подойку Чего? У него есть токарный станок на балконе? Сказал, что хочу яичницу из яиц острауса и баобабовый сок Рома ответил 3 минуты и будет готово Так я от него точно не избавлюсь Увидел на столетине Этого чела дома есть абсолютно всё Он Ромы Ой, какой я неловкий Рома пулей выбежал из дома У меня есть около 3 минут Нужно действовать очень быстро Чё, не разбил? А он куда пошёл? А он? Почему он ушёл? Бам-бам, а здарова Здарова Угадай, кому дали двухнедельный отпуск на работе Долго думал, во что буду задротить Я решил, что полечу в Мексику Кокосами торговать Кокосами, осуждаю кокосы Вообще не люблю кокосы Но спасибо, Пуджик, спасибо, спасибо Поздравляю с отпуском Чего я не понял момента, почему он так резко ушёл Всё готово Я вернулся домой Открыл ноу Ставил флешку Наконец я узнал Вопрос, для чего он это делал? Что скрывается в файле Ааа, файл, файл, файл Точно тогда Совершенно секретно Рецепт жареные селёдки Вкуснотища несусветная Вот я идиот Всё напрасно Как я вообще мог подумать, что у такого как Рома может быть что-то секретное Так Другая новая папка Что там про суду и про пенис Я хочу узнать Сука Создал клона Блин, будет, а есть продолжение? Это был обычный ускоритель протонов А это хроматографический КОГО? Анализатор частиц Как они это нашли? Чё это за говно? Это из СССР какие-то Грехово Ну а это раствор диоксида водорода Да, вы всё поняли Охуеть локации. Правильно. Я просто хотел подогреть себе кофейку, потому что микроволновка в нашей лаборатории сломалась. И если эти вещи правильно применить, у меня всё получится. Уже через 12 с половиной наносекунд мой чудный напиток был готов. Идеальная концентрация и температура. Ну ладно, с элементарными задачами покончено. Пора заняться настоящими открытиями. Ведь я один из ведущих учёных в области преобразования материи этого десятилетия. И надо соответствовать своему скромному званию. Я несколько долгих минут... Охереть. Блин, мне так нравится то, что здесь такие прям локации прям, ну вот реально крутые. Тут смешивал различные вещества и растворы. У меня опять получился философский камень. Почему каждую неделю у меня синтезируется это... Философский пенис надо правильно говорить. Безделушка. Надо что-то новенькое. Выпил сыворотку идей. Идеи не было. Сгонял в туалет. Идеи появились. Почему-то... Видимо школу какую-то нашли, кстати говоря. Все гениальные идеи появляются в туалете. Я изобрету машину времени без машины, преобразователь плохих новостей в хорошее и усовершенствую свой вечный двигатель. А то старый оказался не вечным и по моим расчетам должен остановиться через 18 квадриллионов лет. Но есть одно но. Это может занять огромное... Я, кстати, реально не понимаю вот этого прикола с вечным двигателем. Типа, ну вот даже если он тысячу лет будет работать, разве это плохо? Типа, нахуй бесконечность, если он тысячу лет может работать. Ну все пиздец. А если бы вот у вас, ребят, из чата, была возможность создать своего клона, что бы вы с ним делали, а? Что бы вы делали со своим клоном? Вскоре в лабораторию вошел мой коллега, Нобелевский лауреат, доктор химических и физических наук, председатель Академии выдающихся ученых достижений, Леха. Одним словом, дилетант. Леха сказал, что я сегодня хорошо выгляжу и попросил замедлительных... Вот вы испалились, гондоны, блядь. Ха-ха. Вот вы испалились, ребята. Показал коллекцию халатов, трахался. Все, кто сейчас писал, вот это вот как бы... До свидания, нахуй. Части, все бы ничего. Все работает. Но он сказал это моему клону, а не мне. Мне это не понравилось. Чтобы нас не путали, повесил наклона бейджик. А замедлитель Лехе я так и не дал. Все, пора приступать к работе. Я начал синтезировать молекулы карбидиола. Мой клон подавал реагенты. А с ним действительно удобно. Спустя 30 минут работы результат был налицо. Да, мы изобрели супер крем для лица. Но это только разминка. Займемся машиной времени без машины. Мы взяли мою старенькую машину времени и сохранили внутри нее частицы взаимодействий. При помощи совместного труда смогли извлечь саму машину из потока молекул и все. Теперь я безо всяких... Такие слова умные надо знать для того, чтобы вот канал Ванту иметь, я не знаю. Проблем мог входить в будущее и выходить из него. Далее на очереди преобразователь плохих новостей в хорошие. Мы сразу пришли к пониманию того, что это может сделать любой дурак. Поэтому поручили эту задачу Лехе. Он сказал, что сделает это с легкостью. Хорошие новости. И, наконец, усовершенствование моего вечного двигателя. Вот тут сложнее. Мы несколько часов делали замеры и чертежи. Работали посменно и спали по очереди. Мы так сработались с клоном, что уже понимали друг друга без слов. Наконец, вечный двигатель стал вечным навечно. Я посмотрел на своего клона... В чем смысл вот этого вечного двигателя? Типа, какую функцию он выполняет? Какую энергию он будет давать? Он посмотрел на меня. Мы улыбались. Клон сказал, что пойдет отдохнет в кабинете. Но я ответил, что так как все мои задачи выполнены, я уничтожу его прямо сейчас. Ооо, это подлый поступок, козел ты. Он схватил меня за горло и стал душить. Я отбивался как мог. В глазах темнело. Мне кое-как удалось нажать на кнопку уничтожения клона. И он тут же распался на молекулы. Я тяжело дышал. Вот это денек. В лабораторию вошел Леха. Он сказал, что слышал тут какой-то шум. У тебя тут все в порядке? Да не, все в порядке. А как так? Как он нормального, настоящего человека уничтожил? Короче говоря... Пиздос. Создал... А это дыр... Это сюжет. Это дырочный сюжет. Дырка в сюжете. Как он уничтожил человека? У клона. Короче говоря, стирка. Там либо ученый тупой был, который специально кнопку по уничтожению самого себя создал. Блин, ну... И это была суббота. Сегодня по плану у меня значилась генеральная уборка. Капитанская стирка и лейтенантская мойка посуды. Начинаю прямо сейчас. Достал все необходимое. Все необходимое. Приступил к уборке. Отмыл плиту. Протер подоконник. Подмел диван. Все, с уборкой закончил. Растирал. Подмел диван, блин. Веником. Не понимаю, почему для некоторых людей стирка это такая большая проблема. Я сгреб все грязное белье и закинул в стиралку. Осталось только выбрать режим и нажать на кнопку. Самое сложное, то что вот стирать надо... Вот объясняю всем, всем пригодится в будущем. То что стирать надо разные вещи. То есть белое с белым, красное с красным, блядь. И вот несколько заходов в стирке, типа. Это самое тупое. Плюс по режимам там тоже нихуя непонятно. Но я обычно быстрый ставлю. Такс, допустим вот это. Ну да. Да, да, да. Так оно и работает. А вот как выглядит ядерный взрыв. Но что-то я отвлекся. Вернулся к стирке. Надо выбрать режим. Хлопок 60. Хлопок 40. Вот же хлопок. Не, это дело для гопников. Просто выберу свою любимую цифру 8. Я закинул порошок и запустил. Блин, это гениально. Отжим плюс слив, блин. Через полчаса она была завершена. Я достал белье. Пока развешивал, заметил, что вся одежда стала очень маленькой. Не понял. Вернулся к стиралке. Режим 8 детское белье. Теперь понял. Все-таки стирка это правда очень сложно. Может позвонить маме? Она мне все объяснит и вопросов не останется. Хотя я не готов терять на это 12 часов своей жизни. Позвонил бабушке. Потерял 15 часов. Зато теперь у меня и правда не было ни единого вопроса. Я закинул только белую одежду. Залез. Вот, вот, про что я говорю. Специальный щадящий кондиционер для белья, порошок с функцией дезинтеграции пятен и установил режим деликатной стирки. Запуск. Но машинка не работала. Я нажал еще раз. Бесполезно. Я выткнул из розетки и воткнул снова. Не работает. Ну тут я бессилен. Звонить папе и терять двое суток, чтобы починить машинку, я точно не готов. Придется стирать вручную. Достал тазик. Закинул туда вещи. Камень, река, как бы. Давно придумали вообще. Залил водой. Насыпал порошок и начал тереть. Тер очень долго, пока не протер насквозь руку. Залатал ее и продолжил тереть. Так прошло тереть дня. Я уже был на стадии отжатия. Отжал носки. Отжал трусы. Отжал штаны. Пришел недовольный сосед. Попросил вернуть то, что я у него отжал. Ладно. Развешивать постиранное белье. Я завесил всю сушилку. Но вещей все еще было много. Я повесил часть на дверь. Часть на кресло. Часть просто разложил на полу. Вся квартал. Блять, тоже жеза, блять. Ну вот куда всю одежду вешать, типа. На балконе места не хватает обычно. Зимой, блять, батареи все заняты. Тоже на белье. Ну теперь можно и отдохнуть. Пошел перекусить. В холодильнике тоже сушились мои вещи. Они мешали выбирать, что покушать. Человек для видео свои трусы спалил. Кое-как достал еды и поставил в микроволновку. Вместе с едой подогрелись и мои носки. Зато вы сушились. За стол. Пока ел с потолка, на меня упала стопка штанов. Так и думал, что плохо их там закрепил. Решил посмотреть телик. Но в итоге посмотрел футболку и шорты. Видите ли у него шмоток много, а? То на телике тоже сушилась одежда. Откуда у меня вообще столько белья? Из шкафа вышел Рома. Спросил, закончил ли я стирать. Какое вообще ему дело? Он сказал, что на днях принес мне свою грязную одежду, потому что самому стирать было лень. Теперь понятно, откуда у меня столько белья. И как тут теперь разобрать, где чье? Мы стали делить одежду. Умножать ее. Вычитать. В чем нехитрых вычислений мы разобрались. Это какие-то гении, блядь. Они сложили, блядь, знак обложения из одежды. Где одежда Ромы? Он спросил, почему на его футболке остались пятна. Он еще и недоволен? Сказал ему валить к себе, иначе на его вещах появятся еще и пятна красного цвета. Он попросил перестать угрожать ему красным мать. Кстати, интересный факт. У них движение губ не совпадает с тем, что они говорят. Вроде как. Я сказал, что у него есть тайная методика, по которой его семья стирает одежду уже десятки лет, и она не оставляет ни единого пятна. Только эмоции, как бы, вроде как. Мне стало интересно, что это за методика. Но Рома сказал, что я не член его семьи, и он не будет ничего мне рассказывать. Забрал свои вещи. Вроде бы, вроде бы. Я прям смотрю, вроде как-то так. Шел к себе. Ах он интриган. Или мне кажется, не знаю. Да мне вообще пофиг на его секрет. Наступила ночь. Я собрал все высохшие вещи. Уложил их и уложил себя на диван. Но Ромин секрет не выходил из моей головы. Опять Ромин, сука, секрет. Колько дней я не мог ни о чем думать. В мыслях постоянно был лишь Ромин семейный секрет стирки. Я гуглил. У этого Рома одни секреты. Он задрал уже. Эти не существовало рецепта, избавляющего абсолютно от всех пятен. От раздирающего меня любопытства я позвонил родителям Ромы и попросил их установить меня. Спустя неделю документы были готовы. Ради стирки. Я полноправный член семьи Ромы. Меня пригласили на семейную видеоконференцию. Сережа, сейчас в этом видеозвонке принимают участие все члены нашей семьи. Дяди, тети, бабушки. И настал тот момент, когда мы должны рассказать тебе одну большую тайну. Сережа, ты приемный. ААА, сука! Да ладно! Это камран? Осуждаю за шутку. Короче говоря, стирка. Короче говоря, сделал пластическую операцию. Это была пятница. Я переписывался с девушкой. Ну как переписывался? Просто ждал, пока она ответит. Девушка была онлайн не читала. Да заебали мне писать в Телеграм, уберите. Хватит мне писать в Телеграм, а, задрали. Нет, не занята. Опа. Пока ждал её ответа, листал свой профиль Может быть, дело в моих фотках? Вернее, в выражении лица на этих фотках Да не, нормальные фотки, имба, по-моему Тут девушка наконец ответила Она ли горько намекнула, что дело в моей внешности Посмотрел на себя повнимательней Надо что-то предпринять Сделал маску для лица Не такую маску И не такую Маску из огурцов Всё это не сильно помогло Нужно действовать радикально Я сделаю себе пластилиновую поделку Это не то Пластиковый стаканчик заполнил водой Ситуацию эта не поменяла Пластику тела нужно развивать А, точнее Я просто сделаю пластику лица И моя самооценка вырастет в разы Нужно понять, что именно мне не нравится в моей внешности Распечатал и повесил множество своих фотографий на стенах Путём длительных вычислений и многочасовых исследований Я пришёл к окончательному выводу Я просто урод Ну, как бы От лёгкого намёка можно было уже понять Да, он урод Ага Буду полностью менять своё лицо Полез в интернет искать хороших пластических хирургов Этот слишком странный Слишком стрёмный Слишком добрый Не вызывает доверия А вот этот А почему? С чего это? Почему нет? Это то, что нужно Я немедленно записался на операцию и отправился в клинику Я бы к такому врачу сходил, который показывали Несколько дней вернулся домой с замотанной головой Мне было очень интересно, какой получился результат Я бы тоже доверился О, да, да, да Рассказал, что бинты можно будет снять только завтра Однако мне нравилось даже так Мои фотки в бинтах набирали больше лайков, чем обычные Ну, уже лучше Уже красивее Осталось только дожить до завтра Я покушал Умыл лицо Посмотрел фильм с любимым актёром Единственный минус, что не всегда срабатывал в Face ID Наконец-то наступил следующий день Я тут же схватил ножницы А чё за пиздёшь, он по глазам вроде срабатывать должен, не? Не шарю, извините, у меня, о, у меня не айфон Хотя у меня там тоже есть в Face ID Стрик ногти Ну ладно, пора снимать повязку Блин, прикольно Ещё и на остов подарок побрили Давно так хотел Чё и борода выросла Я уже думал изучить своё лицо повнимательнее Ведь это так интересно Но я просто лёг спать Проснувшись утром, мне резко захотелось шашлычка Я перекусил Еда запуталась в бороде Страхнуть барана, бля Повёл необходимые уходовые процедуры Причесался? А, ну да Надеюсь я вскоре привыкну Сменил фотки и попробовал снова написать той девушке Она сказала, что теперь я выгляжу слишком взрослым Да блин, как ей угодить? В бороду состричь надо Тут мне в голову пришла гениальная идея Да блин, оооу Лесби-блянка Можешь посмотреть пыже Ща, досмотрим Вроде ничего, но чувствую себя как-то странно Я пошёл, шла к телефону А поменялась только внешность или кое-что ещё? Чё? С этой девушке, втереться к ней в доверие и выяснить, какие парни ей нравятся. Ведь девчонки доверяют друг другу свои секреты. Я написал... Написала ей. И тут до меня допёрла. Можно же было просто создать фейковую страницу и не менять для этого свою внешность. Ладно, уже поздно. Мы быстро разговорились, и она рассказала, что в её вкусе высокие красивые парни с короткой стрижкой. Итак, мой финальный заход к пластическому хирургу. Какого он высокого? А нет, не финальный. Я думал, он, ну, типа, вот этот чел, он же, типа, создатель, наверное, или как, я не знаю. Я думал, он такой сейчас себя возвысит, типа, он пиздатый красивый. Теперь я действительно красавчик и подхожу по всем параметрам. Сменил фотки и написал ей снова. Она, наконец, начала проявлять ко мне интерес. Мы очень мило общались. Я смешно шутил. Она громко смеялась. Не, реально громко. Она живёт в другом районе, а я слышу её смех. Мы договорились встретиться завтра вечером в баре. Цель достигнута. Но неужели она думала, что я её и не переиграю? Я снова сменю внешность на свою обычную, и мы встретимся в назначенное время. Нахрена я опять менял внешность, если... Вот именно, блин! Мог написать с фейка. Неважно, это часть плана. Я вернул свою изначальную внешность Ромы. Пришёл на место. Девушка уже была здесь. Она была симпатичной. Как вдруг... Блин! Ой-ё-ё-ё-ой! Ой-ё-ё-ё-ой! Что, Ром, здорово я тебя разыграл, да? У-у-у! Е-ба! Зашибись, розыгрыш, Серёг. Так, ладно, хорошо. Пока это реально неожиданные концовки. Короче говоря, сделал пластическую операцию. Можно было бы так в жизни, я хотел бы сказать, делать легко, либо пластические операции. Короче говоря, вернулся в школу. Предпоследний видос, ребяночки. Это была обычная пятница. Я сидел за портой и рисовал на полях тетради. Школа та самая! А вы же любите, сейчас миллионом просмотров будет Ребят, школа, шестой сезон Вы спросите, что я вообще делаю в школе в 26? Все просто, мне нужно исправить двойку по физике Ну, может не шестой, а двадцать шестой Ну, не важно Да и не только по ней Просто с моим аттестатом не берут ни на какую работу Рядом со мной сидела Сидорова Я дернул ее за косу Она сказала, что за дверью находится ее адвокат Я поправил ее косу В кабинет зашла училка Мы встали Она сказала садиться Ну и нафига мы вставали Училка сказала, что сегодня мы будем проходить тепловые явления Ну, звучит довольно просто Рисовать за низ доски и внимательно слушать Но время тянулось, как жвачка, прилипшая под партой Вскоре училка По-моему, мы когда-то Мы, походу, это когда-то смотрели Ну, ладно, еще раз посмотрим Все-таки сборник, как-никак Надо фул пересмотреть Рисовала на доске какую-то схему И сказала, что сейчас начнет вызывать по списку Фух, хорошо, что у меня фамилия Частина Я далеко не в начале списка И первым пойдет отвечать Отвечать пойдет На всякие я скрестил пальцы Часть первую пойдет отвечать А я уж перепугался Чистушку вспомнила Вышел заяц на крыльце Да что же она так пугает? Час Я уже практически не помню Уже целый стою Никого выбрать не могу Да сколько можно-то? Первым отвечать пойдет Баранов Не, я не пойду Хорошо, тогда Частин Доигрался Я вышел к доске А что он так же не мог сказать? Сказала, что тут все просто Я спросила, где просто? Ладно, приступим Взял в руки мел и начертил линию Училка сказала, что мне нужно замкнуть цепь Че нужно? Она все поняла Сказала, что сперва хочет выяснить мой уровень подготовки Блять, Иван Мальцев, который пишет Кранч не читай Это спойлер Рома в этой серии физик Нахуй писать тогда Если говоришь, не читай Первый закон термодинамики Я стал размышлять логически Термо это погода Динамика это откуда музыка играет Как связать эти две вещи? А пифагоровые штаны Во все стороны равны О! Может пойдем в Майнкрафт? Не знаю, Ладро Как хорошо, что я заплатил ей 3000 перед урока Али не происходило ничего интересного Она вызывала моих одноклассников по очереди А че ты тогда боялся вообще? Он не хотел отвечать И наконец звонок Который для учителя Она ответила и отпустила нас Мы вышли в коридор Договорились с пацанами сыграть в догонялки Но играли мы недолго Нас остановил дежурный Мы с пацанами начали обсуждать Кто с кем из класса хочет замутить Тимохин сказал, что с Архиповой Козленко с Соболевой Я с Ивановой А Баранов с Сидоровой Не уже адвокат И двое детей Но ему было пофиг Снова прозвенел звонок Мы зашли в класс Скорей бы в столовку Но сейчас у нас урок литературы Зашла училка Да, у нас одна училка на все предметы Я на всякий случай Да, у нас в сериале почти так же Павел Сидорову косу И принялся слушать Но слушать пришлось недолго Потому что нам сказали Доставать двойные листочки И писать сочинения на тему Характер князя Мышкина Это кто такой? Я поднял руку Меня не замечали? Я поднял вторую руку Меня заметили Вот вам лайфхак Я отпросился в туалет Мне разрешили сходить в туалет И попросили оставить телефон на столе Мне перехотелось в туалет Придется пользоваться мозгами Князь Мышкин это персонаж произведения Какого произведения? Я спросил А про принца Крыскина Тоже надо писать? Идиот Я переспросил что? Училка сказала Что князь Мышкин персонаж Из романа Идиот Я точно сейчас услышал Что она назвала Какого-то романа идиотом Но не буду отвлекаться Начал писать Писал очень долго Какие тут панчи охуенные? Как они это придумывают? Я не представляю Я посетила муза Я был красноречив И использовал невиданные До силия речевые обороты Вскоре пришло время сдавать работы На этот раз мне хватило на четверку с плюсом Урок оконченный Пришло время столовки Мы спустились Взяли еду и сили за столик Тут был какой-то непонятный салат С капусткой, но не красной Я от души покушал Мы все от души покушали Ох уж эта атмосфера Гул в ушах от разговоров Хорущие повара Звуки бьющейся посуды Кайф Но этот кайф обломал звонок на урок Мы пошли на физру Выстроились в ровную шеренгу И как всегда ни у кого не было формы Вошла училка Сказала перестроиться по росту Опять? Опять она Она физрук, серьезно Признаку Мы стали спорить, кто из нас выше Про половой признак спорить не стали Началась разминка Мы вертели головами Училка вертела свистком на пальце Вскоре мы побежали Все Кроме Баранова ему лень Мне было тяжело Я хочу Че за Баранов? Кто он такой? Он задыхал сын? Потом училка дала мяч и сказала играть Мы начали пинать баскетбольный мяч Она сказала, что им играет по-другому И заставила нас играть в волейбол Мы все отбили руки И тут я слишком сильно ударил по мячу И разбил окно Капец Училка зло посмотрела на меня Я уже понял, что мне крышка И тут она сказала Роман Андреевич Это уже слишком Вы хоть и директор, но так нельзя Все Поиграли в школу и хватит Так, хорошо, меня не наебали Ну, меня наебали немного Возвращайтесь в свой кабинет Вас уже учителя на планерке ждут Мне сказали, что он физик, а он директор Короче говоря Вернулся в школу Короче говоря Я в ловушке Ну, не самая лучшая серия, скажем так Вот это Это был Рома Мне надо было топ составлять По десятибальной Ну, типа Вот это такая На пятерочку, наверное, из десяти Да, нам Сегодня он уедет на неделю к бабушке К моей Лишь бы по пути не попался серый волк Он попросил меня на время его отсутствия Последить за квартирой Вовремя кормить кошку Поливать цветы И ни в коем случае не заглядывать в шкаф Сказал, если все пройдет отлично Поблагодарит меня лично Убрал книгу с рифмами в чемодан И ушел Вслед я сказал, чтобы он не переживал И все пройдет идеально Так прошли первые два дня Я услышал звучное... По-любому, у кота забыл покормить А около своих ног Вообще, я слышу это уже не в первый раз А в 641-й Поэтому... Странно, да? Типа два дня кот не кушает Что за звуки? Заказал пиццу А кошку накормлю позже После того, как она дала понять, что дальше ждать не намеренно Я подсыпал ей кофе Раз уж я поднялся, сделаю еще чего-нибудь Попытаюсь вспомнить, что он там вообще говорил Как тебе нужно полить кошку, покормить цветы И обязательно заглянуть в шкаф? Мне кажется, он говорил как-то по-другому Ты должен покормить матрешку, выпить... Посадить сына, вырастить дерево... Нет, посадить сына, вырастить дом и посадить дерево... Блять! Короче... Сына посадить точно надо У меня феноменальная память Пожалуй, начну с того, что загляну в шкаф Открыл его Внутри находилось какое-то помещение Интересно Я залез внутрь Вышел через металлическую дверь Здесь было множество запутанных длинных коридоров Рома явно что-то от меня скрывает Немного походив туда-сюда, я подумал, что лучше вернуться обратно Но совершенно забыл, через какую именно дверь я сюда попал Тем более, они все были закрыты Это какой-то ужас Я переключил на комедию Пошел дальше Завернув за угол, увидел у стены уродца Он был похож на меня И внимательным рассмотрением... Почему уродца? Это была моя чистейшая копия Обидно, клон спросил У тебя тоже феноменальная память После чего объяснил, что оказался здесь еще месяц назад Кроме него, здесь обитают еще несколько таких же клонов меня самого И все бесцельно слоняются здесь уже много-много дней Как они это придумали? Почему из начала это вот сюда вообще пришло? Как? Я спросил, для чего Роме понадобилось это место в шкафу Третий клон ответил, что это таинственнейшее помещение Специализирующееся на экспериментах с клонами одного и того же индивида Второй клон сказал, что у Сереги поехала крыша, так как здесь он находится дольше всех Да это у создателя крыша поехала, потому что как такое можно придумать вообще? Я подумал, что крыша... Какой-то коридор, там клоны какие-то Уже поехала у меня Четвертый клон объявил о том, что здесь это абсолютно нормально Нет, это не нормально Я решил во что бы то ни стало найти выход Стал ломиться во все двери подряд Клоны заулыбались Я выламывал двери Клоны ржали как кони Я не сдавался Они катались по полу Я отчаялся и забился в угол Один из клонов подошел поближе и спросил, что произошло Тупой вопрос Я сказал, что не хочу здесь застрять на всю жизнь А, так если тебе нужен выход, то тебе вон в ту дверь Так а че? И ты молчал? Вы совсем придурки? Ну мы же твои клоны Просто нам здесь нравится Все понятно Я вышел в указанную дверь Ну и в конце концов он там останется Я снова очутился в Роминой комнате Что это вообще было? Услышал, как проворачивается ключ в замке Рома вошел в квартиру Я схватил его, стал трясти и расспрашивать, что за хрень творится у него в шкафу Он стал трясти меня в ответ Бить по щекам Я офигел от такой дерзости Но успокоился Рома спросил, поливал ли я цветы А это тут еще при чем? Если долго не поливать от растения Оно начинает выделять пыльцу, которая вызывает вакцинацию Аааа, да ладно? В шкафу и клоны, и все Нормально Я думал, это доступно Ну хотя это глупо было так считать, ладно Спустя полчаса я наконец полностью отошел от этого бреда Рома поблагодарил меня за то, что я присмотрел за домом в его отсутствие Все-таки оно существует И я ушел к себе Оно существует Короче говоря, я в ловушке Друзья, ставьте лайки Ну блин, слушай, неплохо, неплохо Вот это прикольно Эту бы серию я вот оценил где-то Ну на семерочку где-то Но предыдущие там еще получше были Надо было топ изначально составлять Короче, ребят Если вам понравилась данная реакция Обязательно ставьте лайки Чтобы я понимал, делать ли мне дальше реакции на подобный контент Всем спасибо Подписывайтесь на мой телеграм-канал Залетайте туда обязательно И лайки ставьте Да, все И комментарии пишите Обязательно Все, пока